Друзья, давайте попробуем с вами разобраться с тем, что такое цинк, что такое платка мини-зет, какие она дает нам преимущества и попробуем научиться с ней работать. Мы взяли готовый материал от компании Avnet, который распространяется абсолютно бесплатно. Они находятся на том сайте, который мы показывали ранее в предыдущем видео, по нахождению материалов и тренингов. Поэтому я думаю, что компания Avnet у нас не сильно обидится, если мы попробуем в этом слайде использовать и поройнем по тем лабораторным работам, которые нам предлагаются для начала и освоения работы с системной кристалли типа цинк. Данный курс у нас будет с вами посвящен разработке аппаратной платформы цинк. Курс называется Zink Hardware, поэтому большая часть этого курса будет сосредоточена именно на Vivada, на стороне аппаратной платформы. Ну что ж, погнали. В курсе мы с вами посмотрим, какие имеются основные преимущества цинков по сравнению с стандартными решениями как отдельных FPGA, так и отдельно стоящих процессоров, так и их комбинации. Посмотрим, что такое IP-интегратор Vivada и научимся им воспользоваться. Посмотрим, какие преимущества дает нам процессором Cortex-i9, и посмотрим вообще всю процессорную систему, которая находится внутри нашего кристалла. Мы бегло пробежимся по тем преимуществам, по тем компонентам, которые находятся в этой процессорной системе, и по тем модулям соединения между ними, какой периферии она обладает. Мы с вами посмотрим, как собирать процессорную систему, как вообще собирается цинк, и вообще каким образом через Vivada можно собрать систему на кристалле и работать с ней. Мы посмотрим с вами, как добавляются специализированные IP-ядры от Zalinc, как эти IP-ядры можно соединить с процессорной системой. Мы запустим софтовое какое-то приложение, я так, насколько я помню, это будет просто Hello World, и плюс еще небольшая модуль с датчиками температуры и влажности. И, соответственно, мы с вами запустим нашу процессорную систему на отладку. На следующем слайде у нас приведена та агенда, которая предлагалась компания Avnet, то есть это достаточно много лабораторных работ, аж целых 9 штук. Поэтому у нас будет чем заняться, соответственно, у нас будет вероятно, что 9 видео, может быть даже больше. Поэтому мы с вами начнем с самого начала и потихонечку-потихонечку посмотрим на все те материалы, которые нам предоставляются. Курс, на самом деле, не настолько глубокий и не настолько поверхностный, как может показаться. Несмотря на то, что здесь уже целых 9 лабораторных работ, они касаются аспектов не только процессорной системы, но и также работы с Vivada, стекли консоли, немножко с SDK и так далее. То есть курс достаточно объемный. И ваша задача только лишь скачать эти материалы и следовать инструкциям, которые в них находятся. Ну что ж, давайте с вами продолжим. Точнее, давайте с вами начнем. Первое, что нам с вами предстоит сделать, это, соответственно, обсудить аппаратную платформу ЦИНК и посмотреть вообще, что такое ЦИНК и немножко познакомиться с ним. Значит, ЦИНК это система на кристалле, которая соединяет в себе часть процессорную, которая есть аппаратный процессор, и часть логики ПЛИС. Разумеется, это не первые системные кристалли, которые появились от компании ЗАЛИКС. Изначально там стояла, была серия VIRTEX 5, насколько я помню, или также VIRTEX 6, в которых стоял процессор PowerPC. Да, там был двухъядерный процессор PowerPC с логикой шестого семейства, который также можно было отнести к системам на кристалле. Но с началом выпуска седьмого семейства компания ЗАЛИКС привела прекратить выпуск не поддерживать PowerPC в своих новых на то время кристаллах седьмого семейства, а сосредоточилась на наиболее популярном процессорном решении компании ARM. Поэтому и был, собственно, выпущен такой ARM A9 плюс логика FPGA. Соответственно, имеется большое количество плат на сегодняшний день, потому что кристаллы выпускаются, наверное, больше порядка семи лет. Насколько я помню, один из первых релизов были еще в 2012 году, поэтому сейчас уже много доступных кладочных комплектов, на них уже известно много доторилов, на них сделано много проектов. Основные заказчики, которые работают с ЦИНКами, проведены у вас на слайде. Это и достаточно крупные компании, такие как ЦИСК, Samsung, ZTE, National Instruments и другие. И также, на самом деле, для ЦИНК существует большая-большая альянс-программа и альянс-партнеры, которые делают конечные приложения или, допустим, поддержку операционных систем для этой системы на кристалле. Сам ЦИНК является системой на кристалле. Он, соответственно, содержит у нас аппаратную часть, в котором программируется с помощью стандартного CC++ языков, и также содержит и программируемую логику, которую мы проектируем на стандартном HDL и RTL языках проектированном HDL, Verilog, System Verilog. Соединяется между собой процессорная система и программируемую логику с помощью специализированных шин, которые являются аксэшинами, и, как написано у нас на слайде, количество соединений между процессорной частью и программируемой логикой у нас достигает больше 3000 линий. Разумеется, это достаточно большое количество, а то, как эти линии устроены, мы с вами поговорим позже, но, тем не менее, надо понимать, что для того, чтобы перекинуть данные с процессорной системы, допустим, в программируемую логику, можно воспользоваться как раз этими 3000 линий и передать данные достаточно быстро. Значит, процессор, сам по себе цинк бывает одноядерным и многоядерным, соответственно, и различным по спингрейду, зависит от логики, и процессорной частоты, соответственно, у нас возникают различные модификации. На слайде приведем, конечно, достаточно топовый кристалл. Параметр топовых кристаллов, это которых частота больше 1 ГГц, достаточно высокая частота работы программируемой логики, DSP-ячейки 741 МГц, это стандартная частота для 7-го семейства, общая плюсительная производительность в гигамагах у нас и, соответственно, поддержка трансиверов, которые у нас имеются. Но поскольку мы с вами работаем и выбрали палатку Mini-Z, в которой мы бесплатно раздали, а как это получить и можно получить, можете посмотреть по ссылке, по подсказке, которая вылезет сверху, то поэтому мы, соответственно, эти параметры воспримем просто как факультативные, для того, чтобы они просто, значит, такие системы существуют. Итак, как вообще происходит работа с ЦИНКом? ЦИНК не стоит рассматривать как простую микросхему. ЦИНК стоит рассматривать как оконченную систему, в которой у вас имеется и процессор, и программированная логика, и связь между ними. Поэтому ЦИНК программируется, как правило, может программироваться не одним человеком, не одним разработчиком HDL, а разработчиками, несколькими разработчиками. То есть это такое камень преткновения между тем, что почему это не работает или в процессорной системе, или почему это не работает в коде HDL. Поэтому, с одной стороны, это здорово, что у нас имеется и процессорная система HDL-код, а с другой стороны, тоже порождает собой массу неприятностей, которые обычно встречаются между разработчиками высокого уровня, на CAC++ и разработчиками HDL. Особенно, если те, кто разрабатывает систему, я думаю, с этим достаточно часто сталкивались. Но тем не менее, у нас имеются инструменты, которые позволяют не только разрабатывать на C, но также еще и переносить C-код в программируемую логику. Далее. Поскольку у нас есть и процессор, и аппаратная платформа, то ничего не ограничивает нас в том, чтобы адаптировать наши алгоритмы в программируемой логике под те конкретные задачи, которые у нас появляются. Ну, допустим, вы делаете какое-то видеообработка или делаете какое-то, допустим, soft-defined radio, так называемое, да, программоопределяемое радио, и вы хотите, допустим, выпустили первую ревизию вашего проекта, и вам нужна вторая ревизия вашего проекта, допустим, и вы не ограничены в том, чтобы, скажем, использовать только одну версию программируемой логики, да. Вы всегда можете аппаратно подстроиться, всегда можете залить новую прошивку, как в процессорную часть, так и в программируемую логику, и, с другой стороны, вы, как бы, уже знаете и, скажем, можете на лету менять прошивку непосредственно программируемой логики, а зависит от конкретной задачи. Ну, допустим, на текущий момент вы вычисляете какое-то software-defined radio, через минуту вы вычисляете видео, через, там, 30 секунд дальше вы, там, допустим, майните, да, или выполняете какую-то цифровую обработку сигналов. То есть, программируемая логика позволяет вам адаптировать те ресурсы, которые в ней имеются, под конкретно вычислиемые задачи, или, может быть, под разный класс задач на одном кристалле. Далее, о чем стоит остановиться более подробно, о том, что любая система, в которой мы будем с вами работать, ну, или в которой вообще, как принято, когда разрабатывается, содержит в себе много достаточно различных устройств, да, таких законченных изделий, как, допустим, память, АЦП, процессоры, процессоры, цифровая обработка сигнала, CFPG, и, соответственно, центральный процессор, вступающий в качестве коммутатора и распределителя задач. Система на кристалле ЦИНК ситуация обстоит несколько иначе, поскольку мы с вами уже оптимизируем передачу канал данных между FPG и своим процессором, у нас убирается большое количество мини-данных между ними, соответственно, мы с вами экономим и порты ввода-вывода, и мы с вами экономим потребляемую мощность, да, потому что на передачу данных все равно расходится какая-то энергия. Дальше. В процессор может быть подключен какой-то различный периферий, да, периферий высокоскоростной. Эта вся высокоскоростная периферия может теперь подключаться не только к процессору, да, но также она может подключаться к FPGA, и получается, что процессор будет не задействован в тех задачах, для которых он не предназначен. Это прием потока работы данных и какая-то их предварительная обработка. Все это теперь можно сместить в части FPGA и, соответственно, с этим работать. У нас остается только DSP. Ну, цифровой специализированный сигнал процессор, конечно, это здорово, но в FPGA имеются у нас специализированные логические ресурсы, которые позволяют нам также хорошо выполнять задачи цифровой обработки сигналов. Ну и, соответственно, аналога цифрового преобразования, это, наверное, единственная вещь, от которой сейчас нельзя уйти, хотя стоит сказать, что существует специальная серия кристаллов Xilinx, Zynx и RFSOC, в которых уже идет интеграция аналога цифровых преобразователей, нескольких количествах с невероятно большими частотами, там до 5 ГГц от ЦАПа, в одном кристалле вместе с ПЛИС, с процессором, памятью и так далее. То есть это достаточно тяжелое изделие, применяемое в основном для технологии, построенное в основном для технологии 5G. Идем далее. Как вы видите, для процессоров Xilinx имеется, для системных кристаллов Xilinx имеется большая альянс программы, большое количество альянс партнеров. Кто только это все дело не поддерживает, бесконечное количество возможных вариантов построения, как операционных систем, там и различных задач, и поддержки симулинками, матлабами различными, какими-то конкретными приложениями по поводу Xilinx. Сейчас, как вы слышали, наверное, Xilinx купил компанию DeFi китайскую, которая занимается разработкой систем для искусственного интеллекта. И сейчас уже выходит специальный класс плат и специальные пиядры, которые позволяют вам выполнять, допустим, машину обучения, не задействуя процессор на программированной логике. То есть вы пишете, как обычно, в процессоре задачи и овладите все вот эти вычислительные затраты по расчету сверток, по расчету различных, там, уровней ректификации и так далее, в PLIS. То есть приложений существует много, альянс программа большая, поэтому здесь нужно рассмотреть конкретно задачи. Но, как правило, все останавливается на том, что вы, ну, многие используют просто Zilinx, это Linux для построения Linux, декорированный Linux. Ну и, соответственно, еще, может быть, что-то, к сожалению, я здесь не могу вам подсказать, потому что небольшой специалист в этих вещах. Итак, остановимся тогда поподробнее на линейке Zinc. Сама линейка Zinc 7000, она достаточно широкая. Многие из этих кристаллов, которые имеются, они поддерживаются бесплатной версией Vivada, это вплоть до 30-го Zinc. Хотя, чтобы быть точным и быть уверенным, что поддерживается именно тот кристалл, который вы используете, бесплатной версией Vivada, Vivada Webpack, следует просто открыть UG973 на текущей версии вашего программного обеспечения, и, соответственно, там в разделе «Поддержка продуктов» посмотреть, какие из текущих кристаллов поддерживают версию Vivada. Но следует сразу отметить, что вот Zinc на Mini-Z стоит самый маленький кристалл, вообще из всех возможных существующих, да, в котором имеет всего одноядерный процессор Arma 9, имеется 23 экологики из логики Artex 7, имеется определенное количество триггеров, таблиц перекодировок и блочной памяти, ну, соответственно, разумеется, он не содержит в блоке PCI-Express, но, тем не менее, это достаточно такое интересное решение для начального уровня, опять же, то есть для того, чтобы сесть и поизучать, что такое Zinc и просто с ней поиграться, вам будет вполне достаточно. Ну, соответственно, и весь этот курс построен на том, чтобы вам просто поиграться, посмотреть, какие есть возможности у Zinc, и нужно понимать, что чем больше кристалл, тем у него больше возможностей, да, он достаточно будет, и процессор быстрее, и логики больше, и нагрузки может больше все содержать, и так далее, и так далее. Думаю, все это прекрасно понимаете. Движемся далее. Как я говорил, что Zinc уже достаточно давно опускается, существует гигантское количество очень популярных плат, самая популярная ранее была платка Z-Board, ну, наверное, даже невероятно популярна была Z-Board какое-то одно время, потом появился Mover, затем появился Mini-Z, сейчас прям гигантское количество проектов делается на Ultra 96, к сожалению, Ultra 96 мы в России вряд ли когда-либо увидим, так скажем, мы ее увидим, если мы ее вытащили нелегально, но, тем не менее, на Ultra 96 есть классные уже и хакстеровые проекты, и на GitHub вы там найдете много интересных проектов, поэтому, в общем, Ultra 96 это однозначный must-have, но, к сожалению, в России привести ее не так сложно. К сожалению, существуют ограничения с нашей стороны, со стороны отечественных служб. Итак, мы с вами создаем точечная платка, которая называется Mini-Z, ее краткий обзор я приводил в первом видео из серии по Mini-Z. Вот эта платка называется Micro-Z, значит, это System on Module, подключаемый модуль, большое количество разъемов у нее находится снизу под платой, и на эту плату, кстати, идет небольшой System on Module, и идет различный, бывают под нее различные несущие платы, то есть материнские платы, куда вы просто ее вставляете, там переходники на АЦП бывают, переходники на просто блоки ввода-выводы и так далее. Среди плат, которые выпускает компания ZALEX непосредственно, есть всего две платы, это ZCU ZC702 и ZC706. Они отличаются только установленными кристаллов, но это плате достаточно тоже мощное, потому что на них стоят еще и FMC-разъемы, да, вот не один такой разъемочек обыкновенный, а вот там стоит M2, значит, на ZC706 она вообще выполнена в формате KZ705, только плат с PCI-Express, да, поэтому вы можете даже плату вводить в PCI-Express, но вот это у нас ZC702. Ну что ж, это был краткий обзор Цинка, да, сейчас мы с вами просмотрим на тот маршрут проектированный, который предлагается нам для Цинка. Значит, первое, что следует отметить, что для того, чтобы начать работу с Цинком, не нужно покупать никаких лицензий. Это все делается достаточно просто в бесплатной версии VADA, ее вам хватит за глаза, она генерит бедстрим, и в принципе больше вам ничего не надо. Весь тот набор инструментов, который доступен для бесплатной версии VADA, вы даже не будете весело полностью использовать. В платной версии VADA существует, конечно, поддержка систем генератора для SP, существует и поддержка модуль композера, существует и поддержка тестичной реконфигурации, хотя это тоже платная опция на самом деле, и для веб-пака. Но тем не менее, эти такие классные эмбеддеры высокого уровня штуки нам пока никогда не пригодятся. Итак, перед вами маршрут проектирования на Цинке. Все это выглядит достаточно удручающе, потому что этапов у нас много. На самом деле, этапы логически построены и логически выстроены верно. И когда вы собираете, допустим, 2-3 проекта на Цинке, хотя бы даже просто мега-нисветодиодное подключение каких-нибудь кнопочек, вам все сразу станет понятно. Никакой сложности в этом нет, пугаться этого не стоит, просто нужно немножко к этому привыкнуть, нужна небольшая практика. Значит, все, конечно, разумеется, все ограничивается, вертится вокруг Vivada, в любом случае, потому что сборка аппарат на платформе будет делать с Vivada, написание HDL-кода делать с Vivada, но, соответственно, процессор вы программируете в Zonix SDK. То есть, соответственно, SDK дает вам бесплатный дебаггер, бесплатный отладчик, поэтому никаких лицезий покупать на NDS, переходник и так далее, для ARM процессора не нужно. Вы все, соответственно, делаете среди SDK, просто подключив оплатку к компьютеру. Со стороны Vivada мы собираем аппаратную платформу, сюда мы интегрируем наш HDL-код, мы интегрируем наши какие-то отдельные IP-блоки, которые мы либо взяли из библиотеки готовых блоков, либо создали самостоятельно. Мы в Vivada проводим отладку с помощью hardware-менеджера для подключения интегрированных логических анализаторов, ну, соответственно, генерим Bitstream для прошивки нашей близки. Со стороны процессорной части мы также делаем программирование и интегрирование блоков, то есть мы даем описание блоков, сюда же даются адреса и каких этих IP-ядр, как они на шине сидят, окса и так далее. Проводим тестирование и отладку, и, соответственно, получаем исполнение файла, который называется ELF. В системе ЦИНК процессор выгрозит программируемую логику, поэтому вы всегда можете поменять прошивку вашего программируемого логика, загрузив ее предварительно куда-нибудь, на флешку куда-то, или, возможно, просто передавая поиск рамет. Что касается ампинтегратора. Ампинтегратор – это такая реинкарнация схемотехнического проектирования. На текущий момент, если вы приходите на предприятие, в котором говорят, что мы все делаем в схемотехнике, вы можете с этого предприятия смело уходить, потому что дальше, чем уровень схемотехники, вы вряд ли подниметесь. И застраните вот на этом уровне 90-2000 годов, когда так было просто принято, когда так было делать проще. Сейчас, конечно, это уже такой большой аттавизм, и проекты собирать в схемотехнике нельзя. Но тем не менее, большая часть проектов, которые используются ампинтегратор, она упрощает на самом деле жизнь. Вы здесь соединяете просто проекты верхнего уровня. Вот как мы с вами увидим, здесь имеется просто подключение вот этих мегалопиковых шин, называется шины Oxide. Если эту шину Oxide подключать непосредственно в HDL-коде, что, в принципе, никто вам делать не запрещает, то вот для такой вот маленькой схемки вы получите описание более чем на 3000 строк. Вот в нашем курсе по проектированному FPGA для разработчиков начального уровня мы собирали простую процессорную систему. И вот если открыть верхний файл этого проекта, то вы увидите, что там порядка 3000 линий кода, которые отвечают только за то, чтобы соединить эти блоки между собой. С одной стороны, это здорово. У вас есть IP-блоки, достаточно высокоуровневые, которые вы можете просто настроить одной кнопочкой и просто это дело соединить. Но, конечно, злоупотреблять IP-интегратором не стоит, потому что это все-таки он, прямо, мягко говоря, достаточно убогенький. Но, тем не менее, в то же время это мощный инструмент, который позволяет нам работать с VVAD-а и быстро собирает наши проекты и делать какие-то подключения, прототипирования на верхнем уровне. То есть для подключения и... То есть IP-интегратор стоит нас использовать только для того, чтобы построить проект в верхнем уровне. И все остальное, наверное, лучше делать через стандартный HDL и RTL-код. Соответственно, IP-интегратор, это просто взял блок какой-то и поставил его на шину, на поле для работы в IP-интеграторе. Как это делать, мы с вами посмотрим. Мы разберем все лабораторные работы последовательно и, соответственно, пройдем по этим этапам, которые рекомендуется нам в компании. Значит, соответственно, то, что это позволяет ускорить интеграцию и увеличивать нашу продуктивность, да, безусловно, потому что процессорную систему собирать через IP-интегратор невероятно просто и невероятно быстро, да, по сравнению с тем же самым HDL-флоу, так скажем, да. Но, опять же, проблема возникает только тогда, когда проект начинает разрастаться. У количества вот этих линий, которые появляются, да, оно становится, бывает иногда просто невероятно большим, и проект просто становится нечитаемым. К сожалению, здесь нет такой классной штуки, как, например, в схемотехнических редакторах для построения схемоэлектрических принципиальных способов, Altium и так далее, когда можно просто проводники руками перетаскивать так, как вам удобно, да, здесь все делается просто соединением напрямую, и уже среда автоматически решает, как этот проводник провести. К сожалению, до сих пор такая фича, как в Altium, так и она не сделана. Но она и вряд ли будет сделана, потому что среда для этого как бы не совсем предназначена. Так, что дальше? Апи-интегратор мы с вами разберем, как в нем работать. Все достаточно просто. У нас имеется поле, в которое мы добавляем апи-ядра из списка готовых решений, или те, которые мы сюда сами добавили, проверяем все это дело и запускаем на синтез. Все достаточно просто. Разумеется, настройка апи-ядра так мы производим через апи-интегратор. Ну что ж, на этом такая краткая обзорная часть по цинку и по Embedded Development Flow у нас закончена. Сейчас мы с вами приступим к выполнению первой лабораторной работы. Субтитры сделал DimaTorzok